5 миллионов 600 тысяч платежных карт было выпущено в Нижегородской области к началу этого года. Увеличивается число организаций, которые принимают карты к оплате, в них появляются новые терминалы оплаты. К 1 января их в регионе было уже более 66 тысяч. Растут количество и объем безналичных платежей. Но что делать, если режим самоизоляции еще не снят, а срок действия карты заканчивается? Банк России рекомендовал кредитным организациям до 1 июля обеспечить возможность использования граждан платежных карт с уже истекшими сроками действия. Это позволит жителям пользоваться бесперебойно дистанционными способами оплаты и избежать необходимости похода в банковский офис в режиме самоизоляции. Многие кредитные организации уже продлили срок действия просроченных карт всех платежных систем. Другие еще работают над этим. Поэтому лучше заранее уточнить в своем банке, как там подошли к этому вопросу. Еще одно изменение коснулось карт национальной платежной системы МИР. Согласно закону, до 1 июля этого года должен был завершиться перевод на карту МИР граждан, получающих пенсии на банковские карты. Однако, с учетом текущей ситуации, срок продлили на 3 месяца – до 1 октября. Таким образом, банки смогут перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в период действия режима самоизоляции приходить в офис банка. Что касается безналичных переводов, то Банк России с 1 мая 2020 года также отменил комиссию для граждан в системе быстрых платежей, если сумма не превышает 100 тысяч рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг к другу или между своими счетами, открытыми в разных банках, участниках системы быстрых платежей. Если сумма будет выше 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия банка не должна превышать 0,5% от суммы переведенных средств, но и не более полутора тысяч рублей за операцию. По мнению специалистов, все это даст людям возможность активнее использовать именно дистанционные и бесконтактные платежные инструменты, что в условиях вынужденных ограничительных мер не только удобнее, но и безопаснее. Елена Горецкова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.